Доброе утро, Сергей. Как ты? Как дела? Хорошо все. Все хорошо? Да. Укол есть или нет? Уколчики поставили, перевинтовали, боязку сделали. Еще месяц назад Сергей старался не смотреть в зеркало, чтобы не видеть последствия тяжелой травмы. Все случилось на вахте. Тогда на голову Сергея упало дерево. Трагедия произошла через месяц после свадьбы. Помню то, что я вот это дерево пилить начинаю и все. Больше я не помню. Потом в больнице глаза уже открываю. Две недели Сергей пролежал в коме. Врачи боролись за жизнь молодого парня. Его выписали со шрамом на лбу и огромной вмятины в черепе. Таким он и поступил в нейроцентр. Сюда Сергей приехал на уникальную пластическую операцию. Наша задача заключалась в том, чтобы восстановить полностью форму черепа и также форму верхней стенки орбиты. Для Сергея сделали вот такую титановую пластину. Ее напечатали на 3D-принтере. Во время операции врачи буквально выровняли череп. Теперь мозг пациента под защитой. Мы стараемся использовать весь спектр современных технологий, которые есть. В том числе где-то, может, даже чуть вперед забегаем. В частности, именно у этого пациента использовалась 3D-печать, 3D-моделирование перед операцией для того, чтобы сделать вот этот лоскок титана максимально похожим на тот фрагмент кости, который был утрачен в ходе травмы. Операция была сложная. Операция занимала около 4-5 часов. Операция, то есть во время операции нужно было максимально сохранить все эти ткани, все эти структуры. Дефект черепа полностью закрыт. На пациента все хорошо, он уезжает домой. После операции Сергей посмотрелся в зеркало и впервые улыбнулся своему отражению. У меня улыбка была прям за уши, вот такая вот улыбка. Я стоял в зеркало, смотрелся. Все ровно, хорошо, красиво сделано. А я еще красивый. А я еще, оказывается, какой красивый. Пока Сергей на радостях благодарил врачей перед выпиской. Я пришел вот с вами попрощаться, меня сегодня выписывают, я так рад. На первом этаже больницы ждала молодая жена. Вот и все. Сотрудники нейроцентра случайно стали свидетелями этой трогательной встречи, после которой стало понятно, эти двое точно переживут любые испытания. Никаких вахт, пусть лучше дома сидит. Дарина Яранцева, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.